Милый мой Все тебе отдам ради любви Знаешь, в мире без тебя Мне совсем не надо Ни тепла, ни света Ни любви другой Ты судьба моя Как хочу быть рядом я Ведь ты только мой Ты мой Ради любви Я все смогу Ну что? Все собрали? Надо бы, надо бы, надо бы Машке бутербродов нарезать Ага, и в газету завернуть Пап, ну какие бутерброды? Карина права, в самолете кормят А ну да, это я, это я по старинке Фух, замоталась немного Привет, как там Лариса? Да ничего, чай попили Какая Лариса? Да, подруга старая по работе А это что? Пап, тебе Маш, ну зачем? Ну у меня же старые еще совсем новые Не нашла я их Ну задевались куда-то Ага, какая разница теперь куда? Да Так, пап, вот тебе врач что сказал? Бегать сказал И начинать заниматься спортом Ну да Да Класс Так, мама Да Это мне? Да Тебе, мам Ух ты Слушай, какая вещь хорошая, а Качественная Маш, Легкие такие, мягкие И дорогие, наверное, да? Ну лучше бы себе какую обновку купила А мне чего наряжаться? Пап, ну не ворчи, ты лучше сядь и померь Вдруг я с размером не угадала Да угадала Маш Я тоже примерю, да? Так, ну отлично Тогда Обедаем и идем гулять, да? Спасибо тебе Спасибо, Татьяна О, ты чего Наслаждаюсь семейной идиллией О, бабушка О, бабушка Карина Я как всегда полетела Ну не ною, у тебя и так шмо, так валом Ну вот, все в сборе Ой Ну, садимся, садимся Угу Машенька, садись Так Ну пчела, ну присядь уже, внученька Марья Саня, хлеб положи Оль Ага Сейчас Что? Маша, что с тобой? Машка, а чё-то ты побледнела Тебе что? Плохо? С желудком что-нибудь? Как себя чувствуешь? Не-не, пап Может, воды? Просто я беспокоюсь тебя в дорогу Да, с этим лучше не шутить Я вот как-то отравилась рыбой Так целую неделю в больнице откачивали Уже думали, все Тома Молчу Да, наверное, я действительно отравилась Вы не переживайте, уже все хорошо Точно? Ну хорошо Что-то не очень верится Карин Ну-ка, помолчи, пожалуйста Машенька, если с желудком что-то не в порядке Может, не спешить с отъездом Сходить к врачу, провериться Ну да На всякий случай Ага Они вылечат От всего Карина Ну-ка, прекрати Девочки, ну что вы прям как Машенька уезжает, а вы ссору затеяли Машенька, что с тобой? А может, так? Ух ты Саша Я прошу прощения, но и Ну отстань уже отсюда, а? Ой Как она там будет одна, Господи Маш, тебе помочь? Маш Нет, все хорошо Иди, я сейчас приду Оля, ты кетчуп захватил? Маш, я уйду через полчасика? Вот так Ну, мама Ну так, что за шум, а? И что я буду спрашивать? Все Арина Не вставай Ах, вот вы щебетались на весь дом Ах, вы мои хорошие Ну все, все, давайте Что ж мне делать? Такая информация для финансистов и экономистов очень полезна Может, хватит это слушать? Перед ужином Может, хватит это слушать? Перед ужином Галь, тебе не надоело? Я скажу, когда мне надоест Ну-ну Налить? Нет, спасибо В следующий раз Ты мне лучше скажи, что ты решил с Костей Он сам уже все решил Вот значит как Слово отца уже ничего не значит Будто тебя это действительно беспокоит Можно тише? Слушай, мне уже осточертело твое тише И начинай Значит, ты не против, если Костя увидит учиться на экономиста? Представь себе, нет И ты готов оплатить ему учеб? Да А если он через пару лет опять передумает Захочет стать каким-нибудь программистом Что тогда? Может, хватит потакать его причудом? Это слишком дорого нам обходится Мы и так выкинули уйму денег на его обучение в Англии Миша, Миша До тебя дойдет когда-нибудь Что у нас неисправимый младший сын оболтус Галя, хватит, хватит Хватит Не затыкай мне рот Ты лучше помоги Ростику открыть его собственный филиал Он так ждет этого Короче, поговори с Костей еще раз Хорошо Сейчас Вот где? Вот где он сейчас? Где? Он опять где-то развлекается Местиции и приумки Немедленно позвони ему Да Да нет, трезвый Просто занят немного Ну да, еду Скоро буду Поняла Давай, пока Ты что творишь? Свалил отсюда Чего? Может, тебе стекла еще протереть? Ты что охренел? Урод Что? Прям так и сказала, чтобы Больше не приходил сюда Маньяком обозвала? А еще садистом А потом секретаршу сбила И дверь ухлопнула Два раза Ой Что ж теперь будет? Не знаю Примить тебя мало Такого мужика спугнула А где мне теперь его искать? Свою жизнь разрушила? Свою жизнь разрушила? За мою взялась Ой Что я наделала? Боже, стыдно-то как Ой Он же теперь Ни один сценарий мой не примет Кого хороним, дама? Сгинь! Спать! Нет, я не могу поверить Как это ты? Шел, шел, споткнулся, бац И носом в асфальт Ну, судя по синяку, глазом, да? Ха-ха Можно подумать, из вас никто не спотыкался и не падал Так как ты никто из нас Только с тобой могло такое случиться Да, наверное, ты права В общем так, сынок Мы с мамой еще раз обсудили твое будущее Товарищи родители Я понял Мне дается последний шанс Что-то вроде китайского предупреждения Молодец Правильно понял И скажи отцу спасибо Что он дает тебе этот шанс Я, чтоб ты знал, была против Пап Спасибо Благодарю Оправдаю Кость, к чему эта церковь? Цирк А тебе что, весело? Видел? Галя, Галя, присядь Успокойся Успокойся Да, ты прав, дорогой И когда ты улетаешь Завтра Я так и знала Он только не успел начать У него уже все поменялось Ты же говорил Нет, это, это невыносимо Миша, у него семь пятниц на неделе И я тебя предупреждала Что-то бессмысленное Трата сил и денег Что такое, Леночка? Тебе плохо, Леночка? Ты в порядке? Милая Воды? Извините, тошнит немного Ростик Убери ты от Лены рыбу Для беременных женщин ее запах настоящий кошмар Да Спасибо, Анна Рикардовна Вы правы Это из-за рыбы Но сейчас уже все прошло Не беспокойтесь Спасибо, Ростик Между прочим У Лены есть очень приятная новость Вот, 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 посмотрите какой Какой маленький, посмотрите какой хороший Вот И что, вот это темное пятнышко, это то, о чем я думаю, да? Да, это тоже было таким черным маленьким пятнышком Вы знаете, когда я вынашивала Мишу Тогда еще таких фотографий не было, да сейчас Технологии Тогда нужно было ждать девять месяцев, чтобы увидеть Вот, теперь любуемся на себе Мамуля Пацан, и гадать не надо Нет, девочка тоже хорошо А, надеюсь, все же будет мальчиком Вот и мне племянник больше нравится, чем племянница Да, братья Был, а был ты А ну-ка дайте мне взглянуть Угу Ну, я не знаю, мальчик это или девочка Но то, что красавчик будет, это точно Ну, то есть вылитый я, да? Ну, сынок, с тобой мы потом сравнивать будем, когда подрастет А вот то, что малыш на Леночку нашу будет похож, в этом я уверен К сожалению, есть одна проблема Проблема? А, да, Леночка еще недостаточно окрепла И врач настоятельно рекомендует, чтобы ее оградить от всяческих стрессов Поскольку, поскольку есть опасность срыва беременности Что? Ну, не стоит волноваться, просто наша Лена должна быть предельно осторожной Вот и все Вот и видишь, а ты вчера бегала Бегала? Куда бегала? Бабушка А Ростик шутит, куда я могла бегать? Ну, что ты, мы о своем, не волнуйся Ну, как скажешь Некоторое время вам нельзя будет спать вместе Ну, да, конечно, мам, я понимаю Ради такого дела можно и потерпеть Ну, ладно Спасибо за ужин Пойду к себе Давай, бабуля Пап, дай я посмотрю Так Я помещу вот, вот этот снимок в рамку И поставлю на рабочий стол Не надо, это уже слишком Ростик Что такое, милая, ты устала? Есть немного Хорошо, я все понял, с этого дня наша кровать только твоя А я перемещусь в комнату для гостей Ростик Что такое? Ну, я все понял, я не пристаю И не вздумай больше повторить вчерашний бега Не буду Я буду следить за тобой Лен Мы так долго ждали этого ребенка Сейчас мы должны относиться к нему как к самому большому сокровищу в мире Ты меня понимаешь? Понимаю Ты Ростик Ты правда счастлив Я самый счастливый человек на свете Все, спи Я пошел Он и он Расслабил И вот Редактор субтитров Редактор субтитров Павел Старел Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Ну, ты ведь бьёшь по маминому животу. Каждый раз. По любому поводу. Ну, всё-всё-всё. Успокойся. Идём обедать? Идём. 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 Мы и дома. Ты куда пропала? В магазин ходила. А трубку чего не берёшь? Ой, я, кажется, телефон дома оставила. Мы как с тобой договаривались. Телефон всегда с тобой. Ты помнишь? Всегда. Простите. Ладно. Только что в последний раз. Смотри мне. Слушай, я помогу тебе там с обедом, а ты отдохни. Ты чего бледненькая такая? Болит что-нибудь? Нет. Да устала просто. Вот я тебе витаминки принесла в таблетках. Ты давай попей. Ты чего встала? Да не могу я больше валяться. Давайте я вам помогу. Так, не дури. Давай. Давай отдыхай. Ну, слушай. Ну, я не знаю. Сядь, телевизор посмотри. Ещё лучше приляг. Давай. Ещё лучше поспи. Да не могу я уже спать. Надо. Кстати, ты морепродукты регулярно ешь? Да. И фрукты тоже. Молодец. За всё уплочено. Помнишь, как говорили? На идее не экономить, покупать всё самое лучшее. Животик растёт. Да. Я себя уже почти дирижаблем ощущаю. А маленький там чечётку бьёт до песни поёт. Он, наверное, думает о чём-то. Мечтает. Вот как, представлю, вот эти маленькие-маленькие ручки. А я вижу, ты забыла всё, о чём я тебе говорила. Не привязывайся ты к этому ребёнку. Он не твой. Ты ему не родная мать. Вот запомни это и вбей себе в голову. Хорошо. Прости меня за перемоту, но вот этих вот сюсюканей, чтоб я больше не слышала. ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 Ну ладно, здесь всё ясно. Ну а я. Почём-то. Я лучше… Пойдёте за дом, в кустые быстренькие. Нет. Галя, ты когда последний раз с Костей разговаривала? Недавно. Недавно? Это два месяца тому назад. Что? Уже нажаловалась, а вы быстренько подсчитали? Нет. Костя сам неплохо считает. Но почему каждый наш разговор превращается в битву? В кровопролитие? Ну, неужели вы не понимаете, как мне сейчас тяжело? Что Лена требует внимания, заботы? Я просто разрываюсь. А вы со своими обвинениями? С чем? С обвинениями? Только не надо меня ловить на слове. Жанна, что сегодня на ужин? Рёбрышки с овощами, как любит Михаил Петрович. Поварские сосиски и морской окунь для Лены. Какой окунь? Морской. Я не про это. Варёный, жареный, печёный. Вот запечённый в фольге. Нет, у Леночки тошнота развивается от запаха рыбы. Приготовь что-нибудь полегче. Иди. Галочка, ну позвони Косе, хотя бы из вежливости. Узнай, как у него продвигаются дела в учёбе. Поверь ему, есть чем похвастаться. Не указывайте мне, как и когда звонить собственному сыну. Ух, упаси Бог. Леночка, как себя чувствуешь? Мы чувствуем себя нормально. Не нравится мне, что ты вес не набираешь. Живот растёт. Сама как тростинка. Не расстраивайте Лену. Наш врач сказал, что у Лены всё в пределах нормы. Эти нормы в Министерстве здравоохранения определяла я. Присаживайся, Леночка. Ужин задерживается? Ну как, ты сегодня гуляла? Конечно. Три часа. Привет, семейству. Привет. Добрый вечер, солдарушка. Ой, не надо. Что такое? Я просто хотел поцеловать нашего... Прости, 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 Ростик, прости. Я просто сегодня слишком нервничаю. У будущих мам такое бывает. Ну, сегодня как-то слишком. Бабушка, это не страшно? Ну, почему ты молчишь? Ну, скажи хоть что-нибудь. Ты же профессор. Ну, а я уже не уверена в этом. Что ты хочешь этим сказать? Да ладно. Не обращай внимания. Я уже старая. В голове у меня тараканы. И потом лучше мамы диагноз никто не поставит. Если мама сказала нормально, значит, все нормально. Не придется ver. Я уже... Голокольчик мой, как тебе обновка. В ней ты будешь неотразим. Проснулся. Ну, конечно. Мамочка не спито тебя разбудила. Ты прости меня, пожалуйста. Я... Я сказала, мамочка... Нет. Нет, Голокольчик, я... Я не твоя мама. Я... Я просто... Помогаю тебе появиться на свет. А у тебя есть твоя настоящая мама. Хочешь... Хочешь с ней познакомиться? Мамочка... Конечно... Конечно, хочешь. Но... Потерпи немного. Потерпи. И как только ты появишься на свет, ты увидишь свою маму и папу. Ты познакомишься со своими мамой и папой. Ты познакомишься со своими мамой и папой. И папой. Так... Просто... 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 Подожди ещё чуть-чуть. Я пришел пожелать спокойной ночи. Ну как вы, скучали без меня? Не трогай. Ты чего? Извини. Лена, это перебор. Почему ты не даешь коснуться своего живота? Ты его уже трогал раньше. Забыл? Раньше это когда? До того, как ты начала шарахаться от меня? Ты не понимаешь. Что я должен понять? Лена, что происходит? Я просто хочу погладить его. Я думаю, этого хотят все отцы. Да что ж с нами не так? Я не смогу. Господи. Господи, дай мне сил пережить это. Привет. Это я, а это тебе. Слушай, как там тебя? Леня. Ты меня достал. Почему? Ты что, тупой? Почему? Заела. Других слов не знаешь? Ну, говори, что ты меня позвал. Я спешу. Я просто подумал, что мы могли бы с тобой хорошо провести вечер. И, например, сходить куда-нибудь. Чего? Решил свидание устроить. Ну, решил. Ничем не могу помочь. Найди себе попроще. Ты тоже найди себе кого-нибудь попроще. Ты сейчас на что намекаешь? Да так, ни на что. И не звони мне больше. Понял? Хорошо. А как ты узнаешь, когда Костя возвращается, а? А я возьму и сама ему наберу. Конечно. Если у тебя есть его новый номер. В смысле? Карамыслие. Подожди, он что, телефон поменял? Ну, да. Поменял. Слушай, Вень. На самом деле, я против тебя ничего не имею. Ну, просто устала немного, вот и настроение не очень. А ты сразу обижаться. Ну, так нельзя же. А давай присядем. А то в ногах, правда, нет. Вень, ты… Ой. Красивые. Какие красивые. Симпатичный парень, правда. Ну, пойми, я… Я очень сложно схожусь с людьми. Моё сердце, оно не может вот так, знаешь, прям, прям сразу открыться. Мне нужно время. Да я понимаю. Я надеюсь, не буду сожалеть о том, что доверила тебе свой секрет, м? Нет. Слушай, сегодня я занята, но завтра, а хотя нет, лучше послезавтра, ты можешь мне позвонить. Да. Только не очень рано. После обеда. После обеда. Да, кстати, а Костя, когда возвращается? Ой, я ж спешу. Да, ладно. Пока. Пока. Та-а. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты уже две недели от меня бебеешь. Идем. Идем. Ну, Шанна, ну слышишь? Да спит она, не услышит. Идем. Идем. Не сегодня. Прошу вас, вы не понимаете. Субтитры сделал DimaTorzok Что на завтрак? Субтитры сделал DimaTorzok Я его забыть не могу. Омары сгорят. Вот все сгорит. Надоело. Пошел на тебя как проклятая. Она все издевается. Нет, чтобы помочь. Дед, ну чем я тебе помогу? Ну что ты хочешь, чтобы я попросила Стельмаха, чтобы он на тебя женился, что ли? Хотя бы. Сами-то помирились? Не помирились. Просто работаем молча. Так не бывает. Пакт о ненападении заключили. Говорим только о работе и только в крайних случаях. Ты не представляешь, какой это ад. Все равно не прощу. Кого? Тебя. Это ты нас разлучила. Все из-за тебя. Так это... Это я тебе обязана своим бесконечным переписыванием? Я не... Значит, Стельмах заставлял меня переделывать мою работу из-за счастья видеть тебя. Представь себе. И когда тебе это приснилось? Ты все шуточки дошутишь. А я тебе говорю, что ходил он сюда, потому что интересна была ему я, влюблен был в меня, а вот ты все испортила. Света, что за бред? Почему ты решила, что ты вообще ему нужна? И просто нужна? Ну да, конечно, ты его дам у сердца. Ну, прости, я забыла, забыла. Вот я не понимаю. Вот не понимаю. Вот ты пишешь свои вот эти вот сериалы. Там вот такое наворочено. А здесь настоящая жизнь. Реальная реальность. А ты почему-то слепая? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поподробнее. Ну-ка, ну-ка, подробнее. Очнись. Это же знаки. Это семафоры. Ты не видишь ничего. Ладно. Открой мне глаза. Вот смотри. Признаки, которые говорят о том, что Кирилл Егорыч влюблен в меня. Первое. Он всегда теряется, когда меня видит. Было? Я тоже иногда теряюсь в виде тебя. Да иди ты. Второе. Помнишь, мы ходили с ним в кафе? На завтрак. Вот. Ну-ка, когда я переписывала финал. Да. Так вот, он мне подал руку, когда мы заходили в кафе. Понимаешь? А потом, потом, два раза, смущен, так посмотрел на мои колени. И еще подливал вино. Красное. Но главное, ему было все про меня интересно. Вот я ему когда рассказывала про наш с тобой жизнь, он даже на гейс перестал. Он молчал и кивал. Понимаешь? Представляю, что ты там ему про нас наплела. Только правду. Ну, Даша, фантазии-то у тебя не очень. Не хочешь, не верь. Только ты расстроила наше счастье. Ваша. Наша. С Кириллом. Егорыч. Знаешь, Дистренка, если это все так, как ты говоришь, я бы не страдала. Я бы пошла к нему на работу. Там без пропусков не пускают. Да, там своих психов хватает. Так вот, пришла бы, дождалась, поговорила. И если он тебя действительно любит, надо же решиться за пять минут. Правда? Гарантирую. А что ты не ешь? Так не даёшь. Господи, слава богу. Спасибо. Могла бы и почаще домой звонить. Кто? Мария. Наверное, ходит по барам там, вечеринки всякие. Тома не придумывает. Ты же знаешь, что она терпеть не может вечеринки. Ну, раньше да. А как теперь, мы не знаем. Ну, Сашенька, там курорт, богатый, коктейли, музыка, пальмы. А это влияет, волей-неволей расслабляешься. Ты к чему это ведешь? Ну, к чему? Так просто. Рассуждаю. Мы тут без копейки. Она нам даже не звонит. И нам не разрешает ей звонить. Даже номер не оставила. Более-неволей возникает мысль, что ей на нас плевать. Роуменко, видите ли. И тебе плевать. Врач еще месяц назад сказал, что ты можешь работать. Тома, я что, по-твоему, ищу? Ой, Сашенька, вот и я тебе хотела спросить. А чем ты занимаешься? Ты неделями штудируешь эти газеты. И ничего. Ничего, ничего, ничего. О, можешь мне пойти подъезды мыть? Тома, ну зачем эти крайности? Ты мне выбора не оставил. Да. Я, может, тоже на курорт хочу. Как Мария. Под пальму. Опять, наверное, хозяин квартиры. Ну, поговори с ним. Объясни, почему мы второй месяц задерживаем с оплатой. Поговорю. Дувай. Дувай. Поговорю. Дувай. Дувай. Слушаю. Доченька, ну, наконец-то. У тебя все в порядке? Ничего не случилось? Ты так давно не звонила? Мы волнуемся. У тебя все в порядке? Спасибо. Поговорю. Субтитры создавал DimaTorzok